Субтитры создавал DimaTorzok И поддерживаете наше служение своими добровольными пожертвованиями. Без ваших щедрых вкладов мы не могли бы осуществить столь масштабную работу, которую Бог поручил нам сделать. Вся информация о переводах находится в описании под любым видео на канале. От себя лично выражаю огромную благодарность и безмерную любовь. Посылаю вам мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мы страдаем за грехи, потому что мы делаем несовершенный выбор. И дьявол приходит и говорит, а, ты сделал несовершенный выбор. Тебе не надо приходить в Дом Божий, потому что ты несовершенный. Ты сначала изменись, а потом придешь. А я тебе скажу, это такая ложь. Для этого Иисус оставил небеса, небесный трон, в свое царство и в свое могущество и величие, чтобы облечь себя в человека, заставить себя жить по законам человека, обременив себя всеми законами и временными сроками, для того, чтобы пройти этот путь, потому что Он знал, что ты и я, мы люди, мы несовершенны, и от Адама мы все прокляты. Но из-за Иисуса та атмосфера, которую ты сейчас чувствуешь, из-за него у тебя есть шанс встать из любой ситуации, из любой ситуации встать. Неважно, в какой ты болезни, неважно, в какой ты проблеме, у тебя есть сила встать внутри, протянуть эту внутреннюю руку веры к тому, чья рука не сократилась, чтобы спасать. И его ухо не отяжелело, вернее, он не устал, он не сидит там на небе и не говорит, хватит выносить мне мозг. Это не человек, это Бог. Он есть любовь. И нам сложно понять, что такое любовь. Лучше всего ее начинать чувствовать, переживать. Можно много говорить о любви, а можно ее чувствовать. Я благодарю Тебя, дорогой Иисус, то, что Ты проявляешь свое присутствие среди нас, и мы можем переживать и чувствовать Твое прикосновение. Мы не можем этого объяснить, но мы чувствуем Тебя. Мы чувствуем Тебя. Мы чувствуем мир среди бури. Мы чувствуем жизнь среди смерти. Мы видим луч надежды в темноте. И это все Ты, Который имеет у нас намерение во благо, а не на зло. И поэтому, если Ты проходишь злые дни, и уже успел обвинить во всем Бога, самое время покаяться. Самое время сказать, Господь, прости, я не с тем поругался. Надо направить свою агрессию и свою святую злость в направлении того, кто этого заслуживает. А враг нам известен. А Бог по-прежнему благое. И Он по-прежнему протягивает к нам свою любящую руку. Аллалюя. Обними кого-то рядом. Обними, потому что вера по горизонтали очень тоже важна, когда мы чувствуем. Вика, 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 обними. Вот Маша, Маша стоит. Обними ее. Обними человека, особенно которого, может быть, не знаешь. Давайте воздадим огромную славу Господу. И также почтим своими аплодисментами наших левитов, музыкантов. Все, кто трудятся в храме, все служители, все-все-все алтарные работники, видеооператоры, все, кто обслуживают храм, все, кто готовят кафедру. Вообще и поаплодируй сам себе, что ты себя поднял и этим утром ты в Доме Божьем. Ты молодец. Халлалюя. Халлалюя, халлалюя. Вы знаете, как удивительно. Я готовилась к служению, спрашивала у Господа, о чем говорить, о чем говорить. И Он дал мне слово. Но прежде, чем я буду о нем говорить, я пережила уникальный опыт. Давайте откроем место основное, главное, на чем будет базироваться все это слово. Я вам все расскажу. 1 Иоанна, 3 глава, 15 стих. Да. Не все делайтесь учителями, вы понимаете. если мы о чем-то учим, это в первую очередь должно откликаться в нашем сердце. Никогда я вам проповедую, я себе проповедую в первую очередь. себе. И это ключевой момент. Потому что вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Но он стоп. Вот только тогда мы можем претендовать на спасение. И себя, и других. Но никак по-другому. Никак по-другому. И вот смотрите. 1 Иоанна, 3, 15. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Я сегодня хочу поговорить о взаимной любви. Я сегодня хочу поговорить вообще о любви. Сегодня хочу продолжить проповедь Светланы Сорокиной. И вы знаете, у нас церковь Скиния. Скиния – это место, где служат священники. И я последнее время учу себя жить в новой, как модно говорить, культуре. Культура, новая культура. Мы формируем культуру. В какой культуре я буду жить? Вообще, в каких ценностях, в каких заповедях, да, в каких... Заповеди-то все одни, но не все выбирают в них жить. Кто-то избранно там выбирает и в них живет, что-то упраздняет. И вот мы формируем некую культуру. И Цкиния – это церковь, где служат священники, где не одна фигура служит, да, а когда ты способен слышать Бога через дары. Через дары. Мы во Христе все цари и священники. Мы можем теперь... Мы обладаем царством, и мы обладаем священническим этим... Это и мантия, и священника. Почему? Потому что мы, когда проповедуем Евангелие, мы говорим о царстве, мы формируем это царство вокруг. И я прислушалась, не просто, знаете, стала ходить в церковь и думать, так, вот этот человек мне нравится, как проповедует, этот не очень, о, вот этот вот отлично сегодня, неплохое будет служение, а, вот это вообще надоело уже, болтает и болтает, да. Я учу себя, я формирую в себе новую культуру, культуру, когда я отношусь не просто к ним, как к людям, с которыми давно в церковь хожу, а как к священникам, потому что изначально исторически сложилось, мы, мы такие с вами выросли на иностранной вере, вот кто-то приедет, что-то нам тут скажет и уедет, вот тогда мы будем верить, или там, допустим, выйдет одна какая-то фигура, вот если он сказал, то это точно так будет. Но сегодня мир меняется, все меняется, я верю, что именно пробуждение, оно и возможно тогда, когда мы начнем слышать Бога по горизонтали, когда мы начнем видеть Бога в человеке. И поэтому вот это основной стих 1 Иоанна 3,15, «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». То есть, смотрите, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. То есть, другими словами, ну, это так страшно написано, другими словами, если я ненавижу брата, я все еще живу в смерти, я все еще живу в плотской жизни, я люблю тех, кто меня любит, кто сегодня мне улыбается, и ненавижу тех, кто меня ненавидит, где мне награда, где мое христианство. Я тут решила на ночь прочитать Матфея 6 главу. Умылась слезами, поняла, что я вообще не верующая. На 7 главу вообще лучше не ходите, ребята, если не пережили 5. Матфея, прям с 5 можете начинать. Мне казалось, я такая опытная, я уже такая верующая. А оказывается, я читаю, и у меня волосы дыбом встали не от присутствия Божьего, а от ужаса. От ужаса. От того, что как редко я туда заглядываю. А это правда. Об этом мучает Слово Божье. Что там написано? А вот как раз таки тоже почитай, это очень интересно. Если хочешь бессонницу, давай почитай. Матфея 5, 6, 7. Вперед. Но не об этом сейчас. И я поняла, что когда я ненавижу, живу в ненависти. Все, я плотская. И это для меня как лампочка красная. Как определить, с Богом ты или без Бога? Если ненависть к брату есть, проблема не у брата, проблема у меня. Проблема у меня. Я сейчас живу в смерти. Когда я перехожу в жизнь вечную, то есть я в Иисусе, я отношусь, значит, у меня есть ресурс божественный относиться адекватно ко всем жизненным обстоятельствам. Там написано, ударили тебя по левой, а ты наберись смелости подставить правую. Или там наоборот. Там такие вещи написаны, там тебя проклинают. Что такое проклинают? Тебя откровенно клянут. Прям высвобождают в твою жизнь. А ты благословляешь. Это вообще, это как удариться надо. Это невозможно по плоти. Я вам хочу сказать, это по плоти невозможно. Это возможно только во Христе. В личных, интимных взаимоотношениях с Ним. Зачем мы тут переживаем присутствие Божье? Именно присутствие Божье, оно что-то исцеляет в моей жизни. Оно накрывает меня. Я чувствую себя любимой Богом. И только из этой любви я способна кратковременно, пока не расплескала, подарить кому-то любовь. И поэтому, когда Света проповедовала об этих вещах, я пережила несколько эмоций разных. От любви до ненависти. От того, что я никому не должна ничего, а потом, что я должна всем. Короче, колбасила меня всю проповедь. И потом после проповеди меня колбасила. И потом я заглянула вот в Матфея. Загляни сегодня обязательно. И конкретно я поняла, я начала анализировать, я смирилась с истиной. Знаете, вот первое, с чего начинается исцеление, ты смиряешься с истиной. Либо так, либо никак. Но не бывает другого пути. Хочешь идти за Иисусом, придется идти этим путем. Тогда приходит благодать. И вот смотрите, всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийцем. И вот представьте, я вот приготовила эту проповедь. Шикарная. Сейчас слово будет, надеюсь, надеюсь. Я не зарекаю, знаете, как говорится, как Господу угодно будет, живы будем. Все, будет хорошо. Не буду самонадеяно тут заявлять. Ну, мысли хорошие. Хотелось бы с вами поделиться. Сижу, значит, здесь такая вся. Буду сейчас говорить о любви. Выходит благословенный наш брат, священник Евгений Юрьевич. Говорит, шикарно говорит, прекрасно говорит. Вадим потом выходит, прекрасно говорит, шикарно говорит. И у меня почему-то такая мысль в голову закралась, что у нас служение должно закончиться в час. И я сижу и думаю, сколько же они могут говорить. И я уже не слышу ни поздравлений, ни молитв. Хотя какая-то другая часть меня еще духовная, нормальная, вот эта, которая в Царстве Божьем одной ногой стоит. Она говорит, Женя, успокойся. Тебе вообще это надо? Ну, выйдешь, помолишься, аминь и разошлись. Какая-то другая моя часть. У меня волосы дыбом встали, как холка встала. У меня какая-то прям злость поднялась. И у меня такая мысль. Вот это да! Ты же сейчас проповедовать о любви пойдешь. А брата ненавидишь. А за что ты его ненавидишь? За то, что один брат поздравляет другого брата, а тот кайфует от того, что его поздравляют. Я думаю, вот это приплыли. Вот это сходило в церковь. Меня всегда возмущает тот факт, когда человек так красиво проповедует, а потом спускается и всех токсинами заражает, ядом, ненавистью. У меня всегда был вопрос, а кому ты сейчас молился? А с кем ты сейчас общался? Ты что такой злой? Улавливай эти моменты. Это как индикатор. Это значит все по плоти. А плотское служение Богу не надо. Служение Богу, оно из любви. Когда нет, когда не кричит в тебе плоть. Я, значит, тут же покаялась. Тут же сказала, Господи, вообще, спасибо тебе за уроки. Я надеюсь, моя искренность вам поможет. Я могла бы промолчать и сделать умный вид, что я всех люблю. Но я вам делюсь. Почему? Потому что я хочу, чтобы вы тоже себя анализировали. И если твое служение, что бы тут ни происходило, ты должен доверять, что это движение Духа. И если тебя что-то злит и раздражает, это первая ласточка или как лампочка загорается внутри тебя. Ты опять слушаешь плотскими ушами. Ты опять здесь сидишь по плоти. А плоти, она всегда противится Духу. Потому что мы не призваны быть человекоубийцами. Мы призваны быть людьми, которые распространяют жизнь. Жизнь. Если даже что-то пошло не так. Представляете, как дьявол нас обманывает. Я сама ошиблась во времени и сама уже разозлилась, и сама уже обиделась. Вы понимаете? Даже не обиделась, я не понимаю. Ну какие-то эмоции такие пережила негативные. Но мы же даже не анализируем эти эмоции. Мы можем в них жить. Продолжать. Человек ничего против нас не сделал. И вообще мы тут не имеем никакой части. А ты уже нагрелся. Знаете, как этот парень, девчонок, привел домой и говорит, мам, смотри, вот какая будущая моя жена. Она говорит, да он та рыжая. А пока как ты узнал? Да я уже ее терпеть не могу. Она еще ничего и не сделала. Она уже ее терпеть не может. Так и у нас происходит. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. То есть каждый раз, первая основная мысль, которую я хочу зафиксировать сейчас в твоем сознании, прежде чем мы пойдем дальше, каждый раз, когда ты чувствуешь ненависть к брату или сестре. Вадим классную вещь сказал, когда вышел. Он говорит, мы в семье, мы во Христе, братья, сестры, да, ты мне брат, когда Евгения поздравлял, сказал, ты мой брат. И это такая очень и поверхностная мысль, и в то же время глубокая. Почему? Потому что реально во Христе, мы здесь, во Христе, мы все дети перед Богом. Все дети. Потом для друг друга мы все братья и сестры. Кто-то старший брат, кто-то младший брат. Иногда так бывает, что старший вдруг может стать младшим. И младший может стать старшим, да? Ну, так написано, что первые могут стать последними, последние первыми. То есть такая рокировочка происходит интересная в церкви. В Царстве Божьем. Это не люди делают, это делает Бог. Если Он работает над твоей и моей жизнью, над твоим и моим характером. И мы здесь все братья и сестры. И вот вернусь, хочу продолжать мысль Светланы. И вот смотрите, «Если мы все братья и сестры во Христе». Написано в Римлянах 13, 8. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви». То есть мы никому ничего не должны быть должниками. «Мы не имеем права быть в долгах». Но единственный долг у нас есть всегда – это взаимная любовь. Это не любовь в одни ворота. Это взаимная любовь. Вот об этом мысле я хочу сегодня разложить, объяснить самой себе в первую очередь. Потому что, когда, допустим, вот я слышу проповедь, когда вы – это абсолютно нормальная проповедь, это правильно то, что сейчас я буду говорить. Но когда я это слышу, меня почему-то это раздражает. Может быть, оно не раздражает тебя, потому что ты не несешь ответственности, но меня, потому что я несу ответственность, меня это раздражает. Когда я слышу, возьмите бумажки, посмотрите направо и налево, как ты бесстыжи можешь в церковь ходить. Кто-то сидит, ему вообще все равно. Он сам себя привел, и слава Богу. А я сижу и прям злюсь на себя, на людей, на всех. Потом смиряюсь и кого-то записываю в эти списки. Потом, когда Светлана проповедовала, мы должны любить, там, тот, тот, ну, вот эти все вещи, да, какой любовью Божией, любовь Агапе. А потом у нас еще были лидерские, Света там выступила вообще, чуть до драки дело не дошло у нас. Вот, вы даже чувствуете, Света в люди пошла, понимаете? Мы сегодня тоже к людям пойдем. Света нас сгруппировала с Александром. Вообще спасибо за эту семью Сорокиных, за этих служителей, за этих, они несут пастырскую мантию. Это Божья благодать. Вот кому-то все равно, а им не все равно, вы понимаете? И это, 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 это дар Божий, это мантия Божья. И, и смотрите, что происходит. Когда я слышу эту проповедь, и у меня такая холка встает, мне так хочется все бросить. И сказать, пошла я от вас, не могу больше вас любить. И уйду. А потом, ну, куда я пойду? Да не вы мне нужны. Ой, не я вам нужна, а вы мне нужны. И опять возвращаюсь. Знаешь, как эта женщина психанула, вещи собрала, ушла, покаталась, покаталась по городу, поняла, что некуда идти, возвращается домой. Ой, как стыдно. Как неприятно. Потому что тебя никто возвращать не побежит. Особенно вот у нас в церкви. Уж точно, не пробуй даже. Никто не побежит. Если ты психанешь и уйдешь, пожалеешь об этом. Не, не надо. Не сходи из поезда, не высаживайся из вагона. Лучше перетерпи. Если люди не могут вывозить твои разные эмоции, Бог любит тебя. И Он придет к тебе. В твоей боли, в твоем разочаровании, во всем Он будет рядом с тобой. Он поможет тебе пройти путь. И вот смотрите, мы все во Христе, братья и сестры. И мы друг другу должники взаимной любви. И меня Господь расслабил прям. И я надеюсь, что сейчас ты расслабишься. Я верю. Смотрите. Почему человек, который несет ответственность, который находится вот в этой позиции, он взял на себя эту мантию служителя, это не обязательно первые, там, вторые ряды. Эти люди, как правило, могут и там сидеть. Не важно. Может быть, ты взял ответственность за свою соседку. Может быть, ты взял ответственность за своего брата, за свою маму. Не важно. Я же не знаю, как Бог обращается к тебе и как Он побуждает тебя служить Ему. Но у каждого есть свое бремя, своя ответственность. И мы во Христе, все братья и сестры, я еще раз хочу этому уточнить. А значит, мы все в одной позиции. Брат не... Помните, там Каин, Авель, Бог спрашивает у Каина, где брат твой? Он говорит, что я, сторожем? Ну, по сути, я не могу сейчас Викторию, допустим, нагрузить и сказать, все, Вика, ты ответственная за воспитание Давида. Вот если вот ты не воспитаешь Даву, недостойна моей любви. Но это же абсурд. Почему ребенок должен нести ответственность за ребенка? Ответственность кто несет? Родитель. А мы ложно думаем, что мы, дети, несем ответственность за детей. Поэтому у нас и распространяется вот это заболевание, разочарование, сплетни, ненависть друг к другу, кто ушел, кто пришел. Потому что мы вдруг подумаем, и еще, знаете, вот такая вот, я хочу с ней немножко как бы, я могу быть неправа, но, скорее всего, вот то, что я сейчас скажу, это у истоков было свято, но это извратили люди. Когда начинают в церкви, ты моя духовная мать, ты мой духовный отец. Я думаю, что в этом есть духовный смысл, но во Христе мы не мать и отец. Мы все дети. Потому что это когда фигня начинается, простите меня, потому что очень много негативных последствий это несет. Что такое позиция? Мать, отец. Это когда, значит, кто-то, на кого-то я могу сбросить свою ответственность, а ты мне всегда должен. То есть, какие отношения между матерью и ребенком? В разном сезоне разные. Есть младенческий сезон, где мать отдается ребенку полностью. Потом наступает сезон, когда у них идет коммуникация. Потом наступает момент, когда мать претендует на то, чтобы он ее почитал и уважал. А потом наступает момент, даже если там был разрыв, то к зрелости ребенок понимает, слушай, надо почитать отца и мать. И там вот это строится, коммуникация. Но опять же, все приходит к балансу и взаимности. В чем проблема? Где нас дьявол обманул? Он обманул нас именно вот в этом моменте, что я кому-то чего-то должна, а мне никто ничего не должен. Это так. Это истина. Сто процентов. Если я буду любить тебя только ради того, чтобы ты мне что-то дал, ты убежишь от меня сразу же. Теряй тапочки. Потому что никому навязанная любовь не нужна. Мы не хотим быть в клетке любви, вы понимаете? Меня так любят, что я боюсь шаг влево, шаг вправо сделать. Кому нужна такая любовь? Это контроль. Это не то. Смотрите, давайте, слово Божие зачитаю, не оставайтесь должным никому, ничем, кроме взаимной любви. Смотрите, такая мысль. Родитель, родитель, он должен своему ребенку. И заповедь, какая у нас есть на это? Родители, не раздражайте своих детей. Ребенок, какую заповедь читает? Почитай отца и мать. Это о чем? Это о взаимности. Это не то, что родитель, какой бы он ни был, ты обязан его почитать. Это значит, родитель несет собственную нагрузку. Я должен стать таким родителем, чтобы я не раздражал своих детей, чтобы меня легко было почитать. То же самое вернемся к взаимной любви. Братья, почему мы ненавидим друг друга иногда? Потому что мы идем, когда, допустим, вот мы служители, идем к людям, идем к людям. Если ты сейчас служитель, я говорю о тебе. Когда ты идешь к людям, ты им служишь. Ты им просто служишь, потому что тебе Бог это сказал. Не потому что у тебя какой-то там личный мотив. Тебе Бог это говорит, и ты это делаешь. Ты делаешь это ради Бога. Так смотрите, люди, которые не служители, люди, которые только пришли и еще не понимают, служитель он не служитель, он просто пока прихожанин церкви. Это как раз те люди, которые говорят, я год в церковь ходил, ко мне никто не подошел. Раздражаешь, слушай. А знаешь, почему раздражаешь? А потому что хочешь быть дружелюбным? Как написано? Сейчас я прочитаю. Да, для тебя есть особенный стих в Библии. Как там? Не найду. Хочешь иметь друзей? Будь дружелюбным. Это взаимная любовь. Это когда ты ищешь меня, а я ищу тебя. Это не когда одна часть церкви всем должна, а другая часть церкви сидит и анализирует. Как ты ему послужил? Вы знаете, что есть закон справедливости? И закон справедливости очень простой. Если я кому-то чего-то очень много даю, если человек даже не думает мне отдавать обратку в виде добрых слов, поздороваться со мной лишний раз, все же кричат, что мы не здороваемся, а у меня вопрос, если с тобой не здороваются отчеты, что ты не здороваешься? Вот с тобой не поздоровалась я, а ты хочешь, чтобы я с тобой поздоровалась? Так подойди, поздоровайся со мной. Все просто, взаимность. Почему? Если мы, если допустим, вот давайте физический мир, мать чувствует себя обязанной быть идеальной мамашей для этого ребенка, кого она рождает? Страшного человека, на землю она рождает, воспитывает. Ребенок должен знать, что жизнь не вертится вокруг него. Мама его любит. но он тоже должен убить любителей. И я поняла, что у нас немножко мы недоговариваем, мы даем только нагрузку на одних и снимаем полную нагрузку с других, давая им повод нами манипулировать и разочаровывать нас в служении. Сколько людей разочарованы в служении из-за эгоизма человеческого. Вы мне не дослужили, вы за меня не домолились, вы со мной не поздоровались, вы мимо меня прошли. У тебя есть руки, ты могла меня остановить. Я помню, как одна сестра, она на меня, кажется, обиделась, а я проходила очень жестокий период в своей жизни, мне вообще было не до сестер. А она, оказывается, пока я болела, страдала внутри, она на меня обиделась и потом ко мне с претензией, а я вот так вот телефон беру и говорю, а если ты по мне страдала и по мне скучала, почему ни одного твоего пропущенного? Я ничего тебе не должна. Вот если бы у меня было миллион твоих пропущенных, и я ни разу тебе не ответила, вот здесь ты могла бы с меня спросить. Ни одного твоего пропущенного. А то, что ты там сидишь, страдаешь и убиваешь меня, как человека-убийца, ненавидишь меня. За что? За что ты ненавидишь меня? Я такая же, как и ты. Я такую же жизнь живу, я такой же путь прохожу. Еще похлеще, на мне еще и нагрузка висит. Я еще умудряюсь из этого пепла встать и что-то говорить. А тебя хватает лишь только, чтобы сидеть и думать, правильный ли я служитель или неправильный. О чем мучает нас Библия? Помните, Деяния? Все единодушно пребывали вместе, и Бог прилагал спасаемых к церкви. Единодушие. Это когда у нас одна душа. Мы друг другу помогаем в единстве Духа, в союзе мира. Мы друг другу помогаем, и мы не делим. Ой, это вон идите, это вы там, служители великие, идите. Если ты адекватный человек, если ты уже в позиции матери или отца, ты никогда сегодня не скажешь, ой, моя мать, отец, это я раньше молодая была, глупая, если мои проповеди послушать, думаю, вот что несла вообще? Не понимала. Сегодня стала, стала понимать. Я благодарна своему матери и отцу и низкий им поклон. То, что они делали, все, что они делали в моей жизни. Пока я сама матерью не стала, пока у меня подростки не выросли, пока жизнь меня не шандарахнула. Я призываю нас всех к взаимной любви. Хочешь любить, люби, если ты во Христе, вернемся к первому месту, которое я говорила. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. И знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Если я во Христе, то это моя личная ответственность разбираться с ненавистью к людям. Ни одна плоть не оправдается перед Богом, когда придет к Нему и скажет, да меня просто вот тот пастор недолюбил, меня вот этот служитель недоценил, меня тут муж кинул, меня тут дети бросили. Ты не оправдаешься перед Богом. Твоя ответственность – любить. А если потерял любовь, идти путь исцеления, освобождения в Божьем присутствии, чтобы вновь возвращаться и любить. Аллалюя. Это не ответственность одного лишь человека. Это ответственность нас всех. Если ты во Христе. Если ты во Христе, то твоя ответственность – любить старших, почитать. Если ты во Христе, и ты старший, то твоя ответственность – спускаться, снимать свои титулы старшего и спускаться, и служить младшим. В этом и есть весь закон и пророки. В этом и есть истина. А дьявол нас вот немножечко обманул, сказал, надела на себя мантию, вот давай теперь паши. А делами не оправдается ни одна плоть. Никто тебе аплодировать за это не будет. Все, что ты отдаешь, ты отдаешь это добровольно. И это только твой личный разговор с Богом. Люди это могут обесценить, и как правило, люди это обесценивают, но Бог это никогда не обесценивает. Если ты делаешь это в его присутствии, если твой мотив с ним, если твой мотив не в плоти, в ненависти, я вам сейчас тут всем докажу, так вас залюблю, зацелую, за здравствую, что вас тошнить будет от моего здрасти. И это раздражает, когда человек, вам когда-нибудь в магазине подходят люди, когда стоит старший магазин, и все девочки вдруг начинают работать в каком-нибудь магазине, и лезут к тебе, не дают тебе вещь посмотреть. И ты же ей говоришь, девушка, да я просто гуляю. Не, ну может быть, я могу вам чем-то помочь? Да не надо мне, пожалуйста, ничем помогать. Это навязчивая, навязчивая любовь, которая никому не нужна. Давайте за настоящее. Давайте анализировать все свои сердца. Если ты пришла в церковь и нуждаешься в общении, welcome, подходи, будем разговаривать. Боишься, ты же не одна сюда пришла, возьми подругу, скажи, отведи меня. Боюсь. Боишься сразу подойти, напиши, мы открыты, в социальных сетях, везде. Если ты служитель, то если ты разочаровался в служении из-за того, что ты вечно кому-то что-то был должен и решил, все, я больше никому ничего не должен, поэтому я побежал. Вот шторки вот такие, как это, кони бегут у них вот здесь шторки. Вот, кстати, иногда мы вот такие гончие, мы вот так шторки надеваем и бежим, потому что у нас есть цель, у нас есть ответственность. А почему? Потому что ты себя расплескиваешь, расплескиваешь, а потом еще люди тебе вдогонку кричат, что ты ничего не сделал. И это несправедливо, потому что Бог призывает нас к взаимной любви. Единственное, что ты должен и чего мы должны, это когда мне дали взаимность, вот здесь я должник. Мне подарили любовь, я обязана ответить. А мы что сегодня пропагандируем и развиваем в церкви? А, ну если ты пришел как бы в лидерство, то крепись теперь, тебе никто ничего не должен, а ты теперь вздохни здесь. Пусть все топчутся об тебя, ноги обтирают. И наверняка Бог это оценит. И правда, мы все дети. Старшая дочь не виновата, что она родилась старшей. Наоборот, у нее есть привилегия и преимущество быть старшей. Младший сын не должен радоваться, что он младший. У него будет свой этап смирения. Помните Иосиф? В доме, конечно, он был такой царек-божок, а потом жизнь-то ему махом на место поставила. Кто, что, кому должен. Взаимность. Бог. Это Бог справедливый. Справедливый Бог. И Он приводит нас к балансу. И когда мы сегодня лишь только отдаем, и мы учим людей только отдавать, а Иисус говорит, имею власть отдать, и имею власть принять. Это одна и та же власть, которая нам нужна. Не только давать, но и принимать. Сколько сегодня я знаю этих служителей, которые служили без остатка, а потом говорят, а что, я служила, я душу свою туда положила, а они сегодня со мной даже не здороваются. Это они виноваты, те люди, которые не здороваются? Это вот этот человек виноват, который отдал всю себя? Нет. Это просто мы, мы не читаем Библию. Надо уметь вовремя переставать давать любовь, если видишь, что человек, которому ты даешь, зажрался. Вы должны за меня молиться. Серьезно? И ты должна за меня молиться. Давай взаимно. Ты за меня, я за тебя. Не делю. Я помню, как у Йонгичо в книге было написано, как женщина пришла и говорит, Йонгичо, помолитесь за моего сына, он там болеет. Я верю, что Бог исцелит через вашу молитву. А он говорит, месяц, сходи на молитвенную гору, молись за пробуждение в Южной Корее. Бастер, при чем здесь Южная Корея? И мой сын. Притом, это взаимная любовь. Это взаимная любовь. Ты мне, я тебе. Мы все во Христе. Мы должны друг другу. Любовь. А не когда я тебе навязываюсь, потому что я какой-то там служитель, а ты такой, тогда выгодно быть не служителем. Тогда выгодно быть вообще бестолковым, ни на что не безответственным, ни на что не претендующим человеком, который просто принимает. Я принимаю. А быть служителем – это привилегия. Я сегодня отказываюсь быть младенцем, который пьет молоко. Я сегодня уже перехожу в ранг человека, который ест твердую пищу, а значит, я выхожу в позицию, когда мои, мои груди созреют для того, чтобы кормить молоком других людей. Это путь, который мы идем во Христе. И поэтому мы во Христе, мы все здесь, мы дети перед Ним. Мы идем путь, и у каждого он свой. И любовь тебе никто тут не должен. Любовь, источник любви – это ты. Это я. Вот я прихожу, сегодня пришла к Богу, наполнилась любовью. И я могу рассчитывать на то, что я могу, пока иду, перелить в кого-то, расплескать эту любовь. Почему важно иметь личную веру? Потому что именно когда я не просто в церкви наполняюсь, когда я еще дома молюсь, я дома переживаю его присутствие, я с ним всегда, то тогда у меня вообще есть сила и привилегия на то, чтобы заходить в помещение и приносить Царство Божье. Приносить любовь. Помните вот это место страшное, когда Иисус говорит, я однажды им скажу, что я не знаю вас, ребята, отойдите от меня. Они говорят, как? Мы же бесов изгоняли, проклятие разрушали, мы же твоим именем это делали. А вы знаете, что сегодня люди, которые рождаются на землю, Бог как сказал там в бытие, плодитесь и размножайтесь. Они размножаются и плодятся. Иисус сказал, именем Моим будете изгонять бесов. Бесы выходят. А в чем суть? А сегодня люди рождают детей в проклятиях, в ненависти, чтобы их там насиловать, убивать, разное есть. Люди рождают таких детей. А есть люди, которые рождают в благословении, в посвящении, на то, чтобы они как стрелы несли дальше пробуждение. Это же разные дети. А от чего зависит? А зависит от отношений с Иисусом. Закон работает для всех. И поэтому они бесов изгоняли, проклятия разрушали. А любви с Богом у них не было. Отношений, любовь. О любви можно много говорить, но любовь можно носить. Быть носителем этой любви. Там написано, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не попросите, будет вам это Отца Небесного. Прибудете, ключевой момент, прибудете во мне. Когда у меня есть отношения с Иисусом, когда я пребываю в Нем, тогда у меня и понимание приходит совсем другое, и отношения совсем иное. Тогда в этом во всем и рождается Его воля. А не просто, когда мы думаем, что он бесов изгоняет, значит, он там святой человек. Не факт. Он сам может быть напичкан бесами, еще какими. Я уже видела за свою христианскую жизнь, к сожалению, такие практики. Человек сам нуждается в катастрофическом освобождении, зато всех освобождает и освобождает. Прикинь? Это как хирург. Может быть вообще ужасным человеком, может быть педофилом каким-нибудь, а делает крутые операции. Дары и призвания непреложны. Но если есть любовь, как нам однажды один человек сказал, он говорит, когда вы проходите тяжелые ситуации, к вам подходит пророк, но эмоция у вас после него остается, что вас нагибают, что вас насилуют, что вас сейчас, ну, манипулируют, то откажитесь от этих пророчеств. Потому что любовь так не действует. Когда любовь приходит, это другая история. Любовь обогащает и печали за собой не приносит. Даже обличение в любви это другое обличение. Давайте уже это гуслист играть. А, вот у меня точно есть это место, притча 18-25. Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. и бывает друг более привязанный, нежели брат. Иногда, вот я вам точно могу сказать, иногда в своем каком-то хождении с Богом я понимала, что люди в церкви мне роднее, чем близкие люди. У тебя было такое? Когда люди в церкви тебе роднее. Почему? Потому что здесь у нас ты, значит, поймал этот коннект, эту взаимную любовь. Вот я не знаю, как у тебя, но у меня есть люди, в присутствии которых я чувствую, что меня любит Бог. Вы понимаете? И это мне не свалилось на голову просто так. Я тоже была дружелюбной. Это взаимно, это взаимно. Это не просто игра в одни ворота. Игра в одни ворота обречена. Там, где кто-то только один должен, это как вот родитель читает Библию, и видит только одно место для себя любимое. Это дети, почитайте отца и мать. А это не твое место, родитель. Твое место, родитель, не раздражая детей. Так же, как мужчины любят читать. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу. Это не твое место, мужчина. Это не к тебе, это к жене, а к тебе, мужья. Любите своих жен. Как Христос пострадал за церковь, так ты пострадай за нее, ты понимаешь? А как он? Это какой-то Христос, какая-то церковь, это не про меня. Как Христос омыл ее баней водную посредством слова, так ты, мужчина, не матом ее крой, а говори добрые вещи, высвобождай благословение в жизнь женщины, тогда от нее отлетят пятна и пороки. Как мужья любят свои тела, так люби, заботься о жене. Мы не свои стихи читаем, мы не думаем о взаимности, мы думаем, что если я тут родился, давайте меня обслуживайте. Нет, умрешь в кровях своих, никому ты будешь не нужен. Вот и все. А самое страшное, если нет взаимности, то ты обесценишь всю любовь, которую получил, потому что закон справедлив. Чтобы что-то пожать, нужно сеять и давать не от избытка, а давать от недостатка. Когда я начала свой путь во Христе, я только пришла к Богу и покаялась. Я была, девочкой мне было 20 лет. Но я четко знала, что я будущий служитель. Сразу. Чуть ли не с первого дня своего, своей встречи с Иисусом. И что я начала сразу делать? Я начала брать ответственность. А кто берет ответственность, на того и вешает. Брать ответственность. За чужую боль, хотя сама была в боли, за чужое горе, когда сама находилась, может быть, в каком-то горе, за чужую нищету, когда у самой не было ничего. Под словом, ничего, это прям ничего. Я восстанавливала чужое достоинство, когда сама даже не понимала, что такое достоинство. Но я просто говорила добрые слова, вдохновляла, проводила время, часами слушала чужие проблемы, просто становилась одним большим ухом, которое слышит. И в этот момент Бог формировал меня, и молва ходила среди народа. Почему? Потому что я лишь только взяла ответственность не перед людьми, а перед Ним. Это личные взаимоотношения с Иисусом. Потом наступали в моей жизни периоды, когда мне хотелось все бросить. Потому что я устала. Так бывает. Потеряла некую благодать, потому что много начала делать по плоти. Многое начала делать не потому, что Бог мне сказал, а потому что пастор сказал, потому что мы сейчас внедряем новые технологии по ячейкам, по структурам. Помню, я и в мупе работала, и ячейку вела, и пела, и бесов гоняла, и что только я не делала. А у меня вопрос, зачем все это? Потому что эти ребята тоже пришли, они говорят, мы бесов изгнали, проклятие разрушили. Иисус говорит, ребята, я вас не знаю, честно, мы ни разу с вами не встречались. И сегодня, если ты думаешь, как смотивировать народ проповедовать, я скажу так, самая лучшая мотивация это личное отношение с Иисусом. Когда у меня есть личное отношение с Иисусом, куда бы я ни зашла, если Дух Святый побуждает меня говорить проповедь, я могу, могу это делать не с первого раза, но я это делаю. Потому что у меня нет ни приставника, ни начальника, у меня есть Иисус. У меня есть взаимная любовь с Ним. Я хочу Ему угодить, потому что Он угождает мне. И вот из этой позиции все растет. Потому что нет претензий ни у кого. Начинается переливание, как круговорот воды в природе, он должен быть. Если небо нагреется, что земля не отдала земли, то небо никогда не прольет больше дождь. И будет засуха на земле. И поэтому мы переливаемые все, и мы здесь с вами все во Христе на одинаковых позициях. Поэтому давайте уберем все плотское. И если у тебя ты носишь сегодня ненависть к брату своему или к сестре, это твоя ответственность. Разберись с этим перед Богом. И заходи в царство, там, где жизнь. Ты не человека-убийца. Ты женщина Божья или муж Божий, который распространяет жизнь. Аллилуйя. И последнюю мысль и мы будем уходить. Почему приходит ненависть к брату? Это свидетельство о том, что мы потеряли внутри жизнь. жизнь. Это Иисус. Он говорит, хочешь не алкать вовек, приходи ко мне. Благодать. Это Иисус. Мы не заслужили. Мы по-физически, ну, на день нас хватит жить в любви Агапы. А потом все. Но если я в Иисусе, эта благодать будет со мной всегда. Сколько раз, я помню, подъезжаю к ячейке. Я ненавижу эту ячейку. Я ненавижу этих людей. Я вообще хочу телек посмотреть, сериал. Но я захожу, я заставляю себя, я еду, я вся человека-убийца во плоти, вы понимаете? Но я захожу к людям и приходит в мою жизнь благодать. И потом, после ячейки, я думаю, Господи, спасибо Тебе, что я здесь была. Кто-то это переживал? Это не ты. Вот еще проблема нас, что мы иногда, когда мы настолько долго привыкаем жить в благодати, нам кажется, что это мы. Это ложь. Это не мы. Мы, человека-убийцы. Это его благодать. Если ты видишь человека, который отображает Христа, он светится, понимаешь? Это значит, у него близкие отношения с ним сейчас. Это значит, он настолько близок к Иисусу, поэтому он его и отображает. Но это не человек. Бог славы своей никому не отдаст. Это Бог, это его благодать. А мы иногда думаем, что это я, я настолько привык, слушай, это его благодать. Если он ее заберет, ты будешь удивлен, какой ты бес. ты будешь удивлен. Когда Бог убирал свою благодать от меня, я сильно удивлялась. я не верила, что это я. И у меня была одна молитва, Боже, спаси меня от самой себя. Это Божья благодать любить. Мы не умеем любить без Иисуса. Мы не умеем любить без личных отношений. Смотрите, у меня пришла такая мысль Иуда и Петр, Иуда и Петр, они оба согрешили перед Иисусом. Чей грех больше? Кто у нас здесь ответственный за градацию грехов? Грех одинаковый. Они согрешили оба. Петр прилюдно при всех отрекся от Христа. Он сказал, я не знаю его. Иуда втихую продал его. Кто-то прилюдно грешит, кто-то втихую. Грех одинаковый. Но знаете, в чем разница между Иудой и Петром? Как вы думаете, если бы Иуда не повешался? Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, мы бы на страницах Библии увидели бы главу, где Иисус приходит к Иуде. Иуда уже не было бы нарицательным именем. Иуду вообще-то это хвала. Но знаете, в чем разница между Иудой и Петром? Иуда по плоти пошел решать проблему. Он решил сделать самосуд. Не становитесь человеком убийцей. Иуде надо было немножко любви к самому себе. Вы знаете, что у нас самосуд, самоубийство это такое же убийство, как убить другого человека. Иуда не поверил в то, что он ценный в глазах Божьих и сотворил самосуд. Сколько сегодня этих Иуд прекрасных людей поклонения ушли из церкви, вырезав себя, убив себя в призвании и сказав «Все! Харакири! И сколько этих Петров опозорились, упали, первые стали последними, но остались». Иисус приходит к Петру и говорит «Я не отменяю призвание, я сказал на тебе поставлю церковь и врата да не одолеют тебя, давай». «Паси агнцев моих, паси агнцев моих». У нас нет любви ни к себе, ни к людям. Эту любовь мы можем пережить только в его присутствии. Вот это первое Коринфянам, 13 глава, это знаешь, во-первых, к кому? Это к тебе и ко мне. Когда я захожу в тайную комнату, я должна уверовать в то, что Бог долго терпит, милосердствует, не ищет своего, не завидует, не превозносится, все покрывает, всему верит и никогда не перестает ко мне в моей жизни, даже если я продала его, даже если отреклась от него. Он не человек, чтобы обижаться, он приходит ко мне, он любит меня, он говорит «Вставай, спаси агонцев моих». Иуда не смог это сделать, он не поверил, что Иисус способен его простить. Он воспринимал Иисуса как человека, Иисус не был человеком. Сам Бог спускается, обременяет себя плотью, физическим миром, спускается на эту землю. Потому что ни один из нас не способен был это пройти. Только Он. И Он достоин, чтобы иметь с Ним отношения. Он достоин того, чтобы встречаться с Ним в тайной комнате. Он достоин того, чтобы подчиняться Ему и говорить «Да, Иисус, если даже я этого пока не понимаю, я попробую». Только Он достоин. Никакой человек, никакой пастор, фломастер, неважно, какой бы он, там титул у него не был, не достоин этого только Иисус. Иисус. Аллилуйя. Вот, пожалуй, и все. Давайте построим жертвенник. Давайте поставим финальный жертвенник. Давайте еще раз через свои пожертвования мы прилепим свои сердца к Иисусу. Мы скажем «Господь, я доверяю Тебе. Я все еще с Тобой. Я все еще рядом. Я все еще продолжаю путь». Поэтому, милые мои братья и сестры, давайте здесь, в Доме Божьем, не будем приходить с позиции, что Ты кому-то должен или Тебе чего-то должны. Мы все здесь дети во Христе. Мы приходим к одному Отцу и переживаем Его присутствие. И миссия у Иисуса была в том, чтобы показать Отца. И Он достойно Его показал. Поэтому самое великое привилегие это то, что мы все можем, несмотря ни на что, прийти в Его присутствие из-за Иисуса. Получить любовь с неба и раздать ее другим. Поэтому раздавайте любовь, которую получаете от Иисуса. Не надо любить по плоти. Это все душевное, бесовское, душевные связи, претензии. Любовь Божья она созидает и творит чудеса. Халлуйя. Вас дай, Господу, слава. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok